Девушки отдыхают Девушки отдыхают Есть много программ, рассчитанных на взрослых, на специалистов, есть на подросток, на бабушек, дедушек, на людей, которые интересуются анимацией, на тех, которые просто хотят отдохнуть. На что угодно. Ты можешь сам поделать какие-то мультфильмы, если ты придёшь на фабрику мультфильмов, а у нас есть такая замечательная целая фабрика, где выстроены картонные цеха, в которых молодые режиссёры с детьми занимаются вместе, снимают мультфильмы. А ты можешь просто посмотреть, как у нас есть утренних сериалов, например, для детей, где ты смотришь мультфильмы с какао и булочкой, которые тебе дают для того, чтобы ты приятно провёл время. В общем, любые-любые-любые возможности. И мне бы хотелось про несколько программ, которые мне кажутся очень важными, рассказать, потому что такие центральные программы. Ещё раз просто хочу сказать, что поскольку наш фестиваль в этом году специально посвящён столетию российской анимации, то у нас есть целый ряд программ, впрямую с этим связанных, с этой замечательной датой. Но начну я с того, что у нас одна из центральных наших блоков программных называется «Премьеры». И этот блок программный всегда вызывает огромный интерес, потому что там мы показываем самые новые мультфильмы. То есть мультфильмы, снятые за последний год русскими режиссёрами. И я очень рада, что, например, сейчас с нами Дина Великовская, у которой будет тоже один из фильмов совсем свежих в нашей программе. Кроме того, у нас есть замечательная, тоже премьерная такая блок программ. Это программа «Школы», где мы показываем молодую анимацию. И там вы увидите мультфильмы, которые сняты режиссёрами либо студентами, либо выпускниками вузов. Из программ, специально нацеленных на столетие российской анимации, я хочу всем очень рекомендовать. У нас будет такое специальное спешл-событие «Немые мультфильмы, живая музыка». То есть многие знают, что со старыми картинами такие концерты иногда делают. С мультфильмами очень редко. А между тем, у нас есть огромное количество российских мультфильмов, которых никто никогда не видел, которые томятся где-то в Госфильмофонде, спецхранах, никогда не издавались. А они замечательные. И у нас будет такой концерт, мультконцерт, где у нас будут показывать вот эти мультфильмы. Начнётся эта программа с фильма, которому ровно 100 лет, 12-го года. Фильм Владислава Старевича, это наш пионер нашей анимации. А остальные фильмы будут 20-х годов. Их специально для нас собрал историк анимации Георгий Бородин. Но играть у нас будет замечательный такой бэнд из Эстонии, Сталина, у них совершенно такая сумасшедшая музыка, очень яркая. Но дополнительно нам интересно то, что её лидер, руководитель, композитор, музыкант, солист и всякое такое, Каспор Янцис, он, собственно, сам анимационный режиссёр. Будет его фильм «Вилла Андропов», который касается такая отличная карикатурная история, которая происходит на брошенной теперь в Эстонии вилле бывшего нашего генсека Андропова. Мне кажется, что это такой будет очень весёлый концерт, на который очень стоит сходить. У нас каждый год фестиваль меняется, мы никак не можем остановиться. Каждый год у нас какие-то новые проекты. Хотя есть некоторые программы и блоки, которые сохраняются как центральная часть, но каждый год появляется что-то новое. Вот в этом году таким новым, например, будет профессиональная программа, правда, закрытая от посетителей, но посетители смогут увидеть результаты. Её аниме-кампус, на который студенты из разных стран, которые приедут специально ради этой программы, попробуют сделать мультфильмы по заданной теме. В этом году у нас довольно много известных гостей из других стран. Это очень знаменитый режиссёр Михаила Павлатова из Чехии. Ещё один очень известный гость – это Гилл Алкобец из Германии, у которого как раз действительно очень зрительские мультфильмы. Немножечко его можно сравнить, тип его юмора с хармсовским. Но это очень смешное, очень лёгкое, очень прикольное именно кино. Тем не менее, оно очень артистичное тоже. И плюс у нас есть режиссёр из Швейцарии, Лизабель Фавек, который молодой, но уже очень известный режиссёр. Тоже это смешное кино, немножечко с чёрным юмором. Тем не менее, тоже три таких гости у нас важных. И ещё одно нововведение – у нас в этом году много спецпрограмм. То есть мы сейчас уже немножечко из сетки своей выбиваемся. Например, у нас есть программа на Хэллоуин, мультфильмы с хэллоуиновской тематикой. У нас есть программа жанры. То есть мы немножечко расширили вообще зрительскую часть, потому что в какие-то годы мы немножечко уходим в артхаус, а в этом году у нас очень много программ именно для широкого зрителя. Иногда для детского, иногда для взрослого. Чем мы отличаемся? Ну, в первую очередь, объёмом, потому что такого объёма и разнообразия... Я не могу назвать другого фестиваля с таким объёмом и разнообразием. Во-вторых, доступностью, потому что в основном анимационные фестивали, они всё-таки заточены под профессиональную аудиторию, под специально интересующихся и часто проходят в каких-нибудь маленьких городках или там на корабле или ещё где-то. То есть туда просто так не попадёшь. И, ну, наверное, тем, что мы действительно придумываем, придумываем очень много разных акций, вот типа той же фабрики мультфильмов, типа того же концерта, типа каких-то... Ну, вот у нас в этом году будет такая специальная история, связанная со стереоанимацией, с 3D-анимацией. То есть приедет к нам из Канады продюсер, который будет рассказывать, как это делать, показывать, как мультфильмы переделываются из обычного формата в стерео. То есть мы стараемся всё время что-то придумывать, чтобы это было необычно, модно, ярко, чтобы это был не просто показ, а чтобы это было что-то такое. Выставка, которая проходит в этом году в рамках Большого фестиваля мультфильмов, она посвящена как раз столетию российской анимации, и имя Владислава Старевича мы тоже обойти мимо не смогли. И в рамках выставки у нас как раз транслироваться будет тот самый фильм «Прекрасная люканида», который, как бы, с начала которого вроде как сейчас и отчитывают российскую анимацию. А сама выставка посвящена мультипликационным героям, которые были созданы в разное время советскими, российскими анимационными режиссёрами. И мы хотим про них нам всем в очередной раз напомнить. Потому что, как мне кажется, про некоторых из них как-то забыли те люди, которые живут в пространстве российской культуры. И, собственно, мы их показываем не на фильмах как таковых, потому что мы считаем, что всё-таки в основной массе то кино, которое создавалось в советское время, нам всем известно, но мы хотим показать этих героев совершенно с другой стороны. Со стороны рабочего процесса, когда типаж или персонаж ещё пока не свёрстаны до конца, когда режиссёр и художник-постановщик, творческая группа находятся ещё в творческом поиске, и когда они ещё не знают, какой фильм в итоге получится. И вот, собственно, вот эту интересную, как бы, с моей точки зрения, сторону кинематографического процесса мы с вами, как зрители, не видим, и вот эта выставка «Герои анимации» позволяет нам как-то соприкоснуться с теми знакомыми нам героями совершенно с другой стороны. Собственно, вот этому, да, в основной массе своей будет посвящена выставка. Сразу отмечу, что, несмотря на то, что вроде как столетний юбилей российской анимации является событием для российской культуры, так получилось, что, например, выставок, посвящённых столетнему юбилею, не было. И здесь большая благодарность как раз и Большому фестивалю мультфильмов за то, что такая идея возникла и что она реализована. Потому что целый пласт есть в искусстве, который связан с созданием анимации, и было бы, конечно, неправильно, если бы мы его каким-то образом не раскрыли. Причём сразу отмечу, что в рамках выставки подавляющее большинство материалов ни разу не показывалось публике. Хоть мы и используем копии, из-за того, что у нас выбрана такая площадка и такая архитектура выставки, чтобы поиграть с материалом, чтобы представить не просто в четырёх стенах те предметы, которые у нас будут, а как-то их немного препарировать, показать вот это таинство рождения персонажа. Мы использовали в основном именно копийные эскизы, которые предоставлены нам были, и большая благодарность ему за это, в Государственном центральном музее кино, как бы нашим главным, скажем, хранилищем, архивом, посвящённом киноискусству. И мне кажется, что человек, который будет попадать в пространство выставки, он как раз может в такой своеобразный диалог самим собой окунуться и в эмоцию, связанную с теми персонажами, которые ему вроде как были, доселе известны. Но на самом деле он на них посмотрит совершенно с иной какой-то стороны.